Интересно дает ответы жилищная инспекция по Брянской области. В декабре месяце мы обращались из города Жуковки в связи с тем, что организация ООО «Правду» на декабрьских квитанциях на обратной стороне дала информацию, что с 2017 года с лицензированной организацией Брянский центр против пожарной защиты безопасности заключен договор на выдачу автового готовности газовых вентиляционных канаров по более высокой цене, чем в 2016. Кроме того, при проведении освидетельствования будет доводиться график проверки каждого дома заранее. Если собственникам не будет обязанного домского представителя проверяющего организации за день проверки, последующий выход на проверку будет заводиться по коммерческой основе какой-то за средства собственника квартиры. Денежными средствами на оплату постоянного выхода представителя специальной реализации предприятия не обрадает, поэтому при заключении договора это выведено отдельно. Поэтому цена для канала оптовая. Стоимость проверки плановая, 100 рублей за канала, деплановая, 4 рублей за канала. Вот для канала это собственное средство. То есть гражданам, наверное, какая-то новая услуга, которая должна входить то ли в содержание жилья, то ли вообще не оказывать, потому что она оказывается не конкретным гражданином, а управляющей организацией. Мы поэтому обратились в жилищую инспекцию с поздом разъяснить этот пункт и запретить управляющей организации брать деньги за надуманную услугу. И что мы получили, какой ответ? Ну вот, они написали. В связи с осмотрением вашего обращения, то что до сих пор не рассмотрели, уже месяц прошел, хотя мы посылали им копию обратной стороны бреди векарской квитанции, акт против пожарного центра, в соответствии с пунктом 1, часть 5, такой там статьи из поясного осмотрения, просят меня в срок не позднее 10 января предоставить в наш адрес документ, подтверждающий факт установления жильцам дома протяжающих квартиры, акт готовности против пожарного центра, когда в доме услуги ставят повыкновение к вентилям в доме. Интересно, как я вам смогу подать до 10 января, если новые квитанции не придут? А на все, что у нас есть, мы вам предоставили копию обратной стороны декабрьской квитанции об этой услуге. То есть нас требует жильцам инспектора предоставить документы из будущего. Но мы этого делать не сможем. Придется по данному случаю обращаться в прокуратуру, потому что то, что документы у нас есть, обратно на декабрьской квитанции, мы предоставили. А другие документы у нас 10 января быть не может. Более интересно, что дальше, еще пометка идет, Даня Ходчикачева. Предупреждает вас, то есть меня как жильца, обрестативной ответственности, по статье 27, при непредоставлении предписанных срок, ваш адрес запрашивает сведения или предоставление о неполенном объеме. Странность. То есть я должен предоставить документы, которые нам и управляющая компания сегодня предоставили, а обратно в ситуацию, что жильцам угрожают штрафы в статье жильцовой инспекции. Что за бред? Не пора ли жильцовой инспекции еще раз в своей прокуратуре? К тому же начальник сменился, видимо, не последний раз. Кто подписал? Начальник инспекции какой-то Хуменков, а исполнит Чикачев и номер. То есть данные граждане, мало того, что только меня смотрели жарбу жителей, по факту сообщения новой услуги, управляющей компанией, так что требуют документы до 10 января, хотя понимают, что квитанцы мы вряд ли поручим до 10 января, потому что управающая компания в праздниках, и квитанца она не пришлет. Более того, они еще направляются жильцам, угрожая представительной ответственности в самостоятельном данных, которых должны предоставить управляющие компании, не жильцы. Ну что ж, предупредит правительство обращается к прокуратуре области по данной ситуации жилищной инспекции. Продолжение следует...